Сколько тебе? Итак, вы снимаете сцену. У вас два героя за столом и играют в карты. Ладно. Затем уходит третий персонаж и прерывает их. Череш, хорош играть в карты. Не мешай. Хватит, дай мне доллар. Затем следует ссора. Не знаю, как реагировать. Потом он уходит. О нет, только не колоду. Не колоду. Кажется, все просто так. Так как вы спланируете съемки? Все сводится к планам и мизансценам. Работая с режиссером, вы приходите к списку планов, которые нужны в сцене. Давайте сделаем это. Планы. У нас есть общий план. Два средних. Два кадра через плечо или восьмерки. Два крупных плана с одним героем. Средний план Уилла. Через плечо на Череш. И через плечо на Уилла. И перебивка на карты. У нас есть десять отдельных планов в одной сцене. Что будет, если снимать их по порядку? Для начинающих режиссеров часто первым побуждением бывает снимать все по порядку. Первая строка. Сколько тебе? Затем следующая строка. Окей, странная история. Третья строка. Две карты, пожалуйста. И так далее по порядку. Да, еще одно. Но давайте посмотрим, как это будет выглядеть на площадке. Посмотрите на положение освещения и камеры. Первыми у нас идут два плана. Сколько тебе? Теперь мы переставляем свет и камеру вправо на крупный план Череш. Окей, странная история. Затем мы переставляем все налево для обратного плана на Джоуи. Две карты, пожалуйста. Затем нам требуется переставить все обратно направо для восьмерки на Череш. А потом обратно налево для восьмерки на Джоуи. Нет, стоп. И есть проблема. И проблема здесь в том, что мы тратим кучу времени и сил на перемещение всего оборудования взад-вперед ради каждого плана. И это не есть хорошо. Особенно если у вас много схожих планов, так как снимаются они в одном направлении. И это мы называем мизансцена. Вот что это такое. Это конфигурация освещения и реквизита костюмов и актеров, которые требуются для одного или нескольких планов. У нас есть десять отдельных планов. Сколько для них потребуется мизансцен? Давайте взглянем. Вот первый кадр сцены, два плана. Давайте посмотрим, какие еще есть планы в нашей сцене. В которых тоже самое направление камеры и света. Мы знаем, что из этого положения есть общий план, когда входит Уилл. Направление освещения тоже, поэтому оба этих кадра можно объединить в одну мизансцену. А что насчет среднего плана Уилла с перебивкой с картами? Технически они оба снимаются в одном направлении, как видно, выше. Однако ракурс и некоторые изменения в освещении изменили первоначальную мизансцену достаточно, чтобы нам потребовалось сделать новую. Что у нас дальше в сцене? У нас крупный план Черриш. И единственный план из этого положения, кроме него с таким освещением, это восьмерка на Черриш. Поэтому они оба объединены в мизансцену. Точно так же мы объединим и крупный план, и восьмерку на Джоуи. Оба оставшихся плана требуют отдельного направления съемки, ракурса и освещения. То есть каждому плану нужна своя мизансцена. Вот и все. Вот они, шесть мизансцен для десяти планов. Почему это важно? Потому что изменения мизансцены требуют времени. Каждый раз, когда вы изменяете направление, нужно не только переставить камеру, но и свет. Для освещения другой части площадки. И поэтому в кино мы называем это перестановка. Всегда стремитесь минимизировать количество или время перестановок. Здесь, например, мы снимаем сцену не по порядку. Нужно распланировать деяние, сгруппировать схожие мизансцены, чтобы еще упростить перестановки. Еще раз, вот все наши мизансцены и вот что я думаю. Начнем с широких планов в двух кадрах, которые мы сгруппировали вместе в мизансцену A. Ее можно быстро переставить на средний план Уилла и перебивку с картами, сгруппированные в мизансцену B. Это потребует приближения камеры и минимальные изменения по свету. Теперь посмотрим на Джоуи. Мы перемещаем камеру и переставляем свет. Для кадра через плечо и крупного плана. Смотрите мизансцену D. Из этого положения мы легко можем снять восьмерку на Уилла мизансцена F. Без значительных изменений положения камеры и освещения. Теперь у нас первая полная перестановка. Когда нужно переставить камеру и свет на противоположную сторону. Начнем с кадра через плечо и крупного плана на Черриш. Мизансцена C. А раз это тоже направление, можно перейти к мизансцене E через плечо Уилла. Итак, вот финальный порядок съемки по мизансценам. A, B, D, F, C и E. Мы смогли спланировать съемку с пятью перестановками освещения и одной полной перестановкой. Что сэкономило нам много времени и сил. В противном случае, если бы мы снимали по порядку, то переставляли бы свет 9 раз. И пять из них были бы полной перестановкой. Нужно учитывать еще много факторов, которые могут и будут влиять на порядок съемки. Так как не бывает двух одинаковых сцен. Поэтому определите оптимальный порядок съемки. Но старайтесь взять максимум из всех мизансцен. Надеемся, это видео помогло вам начать думать в терминах мизансцен. И теперь будут довольны и команда, и актеры. И все поймут, что вы знаете, что делаете. Удачи! Перевел и озвучил Сергей Афонин. Добавил о Bonjour game. Удачи! Продолжение следует...